В рамках первого расширенного заседания мы опробировали проектно-ориентированный подход. Это была новая для нас практика. Сейчас данный подход стал трендом государственного управления, в том числе и на федеральном уровне. Многие вопросы носят сложный системный характер. Их можно решать только сообща, силами межведомственного взаимодействия и всего бизнес-сообщества. Мы видим, что сегодня предприниматели беспокоят три ключевых направления. Это экономическая неопределенность и связанная с этим падение спроса, налоговые и неналоговые платежи, проверки и административные барьеры. В данных направлениях формируются проектные группы, которые мы рассмотрим сегодня. В работе проектных групп приняли участие более 250 предпринимателей и 150 представителей органов власти. Всего с момента создания совета состоялось более 150 заседаний проектных групп. Более тысячи предпринимателей обратились к нам с идеями и инициативами. Это показатель эффективности проводимой работы и заинтересованности бизнес-сообщества республики. Проектный подход себя оправдывает, а предприниматели показали, что могут дать качественную экспертизу по любому решению и инициативе. Следует в обязательном порядке вовлекать предпринимателей решение вопросов, которые их непосредственно касаются. Сегодня Совет обладает необходимой компетенцией и базой таких активных предпринимателей и может привлекать для консультативной работы профильный бизнес со всей республики. Кроме того, руководители министерств и ведомств должны лично принимать участие в работе проектных групп Совета. Практика показала, что от этого зависит успешная реализация проекта по развитию малого и среднего бизнеса. Уважаемые коллеги, уверен, выработанные в ходе сегодняшней работы решения и инициативы будут содействовать развитию предпринимательства, повышению эффективности коммуникации власти и бизнеса, а также укрепление взаимного доверия. Как мне Тимур доложил, конечно, мы нашли по многим проблемам решение, но многие вопросы еще требуют дальнейшей работы. Я надеюсь на нашу совместную плодотворную работу и мы должны открыто обсуждать все те навалившие вопросы, проблемы, которые у нас есть и находить решение. Продолжение следует...